Я знаю И не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но всё же. Всё же. Всё же. Семидесятипятилетию Победы посвящается выставка «Мы победили». На ней представлены книги, незаслуженно забытые. Книги о Великой Отечественной войне, написанные участниками боёв за Москву, Севастополист и Ленинград, партизанами и подпольщиками, теми, кто пережил блокаду Ленинграда, плен и оккупацию. О Великой Отечественной войне написано немало художественных книг и документальных. Изданы дневники и письма, мемуары ветеранов. Но каждый раз читатель, сопереживая, открывает для себя заново или впервые накал этих героических лет. Для выставки в информационно-библиографическом отделе библиотеки имени Владимира Маяковского мы подобрали книги, которые читатели забыли на десятки лет. Разные по жанру, изданные более полувека назад в Москве и Казани, в Свердловске и Ленинграде, Перми и Риге, предназначенные для взрослых и детей, они ждут современного читателя. Глазами солдата видел Анатолий Баяндин войну. В 17 лет ушел добровольцем в армию. Поступил в военно-авиационную школу. Воевал на Волге, участвовал в боях за Варшаву и Берлин. Правдиво и сурово поведал обо всем, что лично пережил. Роман посвящен однополчанам-писательнице, танкистам, их участию в битве за Москву. Советским разведчикам и героям одесского подполья посвящен второй раздел книги. Описываются подлинные события борьбы с оккупантами в Одессе. В записках блокадного человека перед автором стояла задача раскрыть повседневность в экстремальных условиях со страшным подтекстом ежеминутной грядущей гибели. Автор книги служил в ленинградской группе разминирования. Не выдуманные истории о саперах и пиротехниках, о людях трудной и опасной профессии, о том, как была разминирована знаменитая Камеронова галерея, обезврежен фугас, обнаруженный в насыпи железной дороги Ленинград-Москва, снят неразорвавшийся снаряд из-под купола церкви Спаса на крови. Трилогия объединяет повести, в которых запечатлен трагический подвиг ленинградцев в жестоккие блокадные дни, тяжелые скитания в эвакуации и нелегкое возвращение домой. В повествовании все правдиво, все пережито самим автором. Но вела связанного единым местом действия героями, которые защищали Севастополь до последней капли крови. В центре событий девушка-санитарка, березка. В повести рассказывается о совместных действиях военных моряков и партизан во вражеском тылу, организовавших для осажденного Ленинграда обоз с продовольствием. Роман посвящен самому тяжелому периоду Великой Отечественной войны – битве под Москвой осенью 1941 года. В сборник вошли лучшие стихи русских советских поэтов-фронтовиков. История бегства ребят из фашистского плена Автор показывает мужество советских мальчишек, достоинство, с которым они переносят невзгоды. В Германии мальчишек покупают управляющие одного фермерского хозяйства для того, чтобы дети наравне со взрослыми работали на немцев. Мальчишек избивают, часто оставляют без еды, воды. Но наши герои не были бы героями, если бы не затеяли побег. Автору удалось без взрыва и пуль передать все ужасы войны. Книга военного хирурга Аркадия Коровина, который во время Великой Отечественной войны работал сначала в городе Ханку, позже в блокадном Ленинграде, повествует о периоде с начала войны, 22 июня, до прорыва блокады 13 января 1943 года. Эта книга после выхода была запрещена за публикацию слишком откровенных и жестоких с цензурной точки зрения сцен. В повести рассказывается о судьбах семьи профессора Строгова в трудные дни зимы 1941 года, о стойкости и героизме при защите Москвы от фашистских захватчиков. В очерках, рассказах, стихах вы прочтете о панфиловцах Зои Космодемьянской, генерале Даваторе, Тимуре Фрунзе, автоматчике Павле Бирюкове и солдате, имя которого неизвестно. Сборник иллюстрирован кинофоток документами. В книгу включены детективные произведения советских писателей, действия которых происходят в военное время. Главный герой – майор Пронин, один из самых популярных литературных персонажей в 50-60-е годы. Повесть посвящена самоотверженному труду людей в годы Великой Отечественной войны. Войны выигрывают не только солдаты. Без рабочего ни пехота, ни танки не победят. Автор описывает славные дела экипажа Черноморского сторожевого катера 065 в годы Великой Отечественной войны. В центре повести образ минера Григория Куропятникова, который в одном из боев, отбиваясь от неприятельских самолетов, тяжело раненый сумел предотвратить гибель катера и всего экипажа. Для того, чтобы составить более полное представление о художественных произведениях, посвященных Великой Отечественной войне, советуем читателям познакомиться с рекомендательным библиографическим указателем «Великая победа» 1941-1945. Его зарыли в шар земной, А был он лишь солдат, Всего, друзья, солдат простой, Без званий и наград. Ему, как мавзолей, Земля На миллион веков И млечные пути Пылят Вокруг него с боков На рыжих скатах Тучи спят Метелицы метут Грома тяжелые гремят Ветра Разбег берут Давным-давно закончен бой Руками всех друзей Положен парень В шар земной Как будто В мавзолей Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин